Владимир Путин оценил последствия сибирских пожаров Константин Завражен, Кира Латухина. Из СИИ президент вылетел в Хакасию оценить ущерб от охвативших регионы Сибири природных пожаров. Уже утром по местному времени глава государства поговорил с жителями, выслушал чиновников и губернаторов, после чего обещал скоро дать поручение, а затем вернуться и все проверить. Читайте также, Путин подпишет соглашение с ШОС по пограничным вопросам Первым делом Владимир Путин посетил Центр временного размещения пострадавших от пожаров в Абакане, где потребовал не затягивать с по счетам ущерба и компенсациями. Он также предупредил, что жителям нужно предоставить документы без волокиты. Должностные лица, виновные в распространении пожаров, должны нести ответственность, заявил президент. Впрочем, сами жители пытались защитить чиновников. Сначала одна женщина пожаловалась на задержание начальника местной пожарной охраны. Нужно понять, кто за что должен нести ответственность, заметил глава государства. Просто так никого не будут привлекать, и если выяснится, что кто-то в чем-то виноват, пусть отвечает. Другая жительница вступилась за чиновников, которых вызывают на допросы. «Вы не переживайте за начальников», — ответил ей Путин, предположив, что эту тему рекомендовал поднять глава республики. «Я ничего не знал», — вмешался Виктор Зимин. «Посадите нас чуть попозже, дайте поработать», — полушутя сказал он. «Если люди не виноваты ни в чем, никто специально никого преследовать не будет», — заверил глава государства. «Если люди сидят на своих местах и не делают ничего, это одно дело. А если они выполняют свои обязанности целиком, но стихия сильнее, то это другая ситуация», — сравнил он. «И никто только для формальности привлекать к ответственности не будет», — уверен Путин. Также президент поговорил с женщиной, которая во время прямой линии просила о помощи пострадавшим от пожаров. Ее дом удалось спасти. Но она с болью вспоминала, как огонь пришел в деревню. «Все будет хорошо. Не переживайте», — ободрил ее глава государства. Смотрите также. Путин призвал создать центр для помощи пострадавшим от пожаров регионам. На совещании речь шла о том, что нужно сделать для ликвидации последствий стихии и как предупредить подобные трагедии. По предварительным данным, уничтожено около 2000 домов. В зоне бедствия оказались 39 населенных пунктов. Правительство оперативно выделило 687 миллионов рублей. Но этого мало. В самые короткие сроки нужно провести детальную оценку ущерба, — поручил президент. От этого будет зависеть, как быстро будет развернута работа по восстановлению жилья и инфраструктуры. «Прошу не тянуть», — предупредил он. «Работы надо завершить к сентябрю. Чтобы у людей к зиме уже была крыша над головой, чтобы дети в школу могли пойти», — объяснил глава государства. «Важно также восстановить рабочие места и помочь аграриям. Мы постоянно говорим о том, что необходимы превентивные меры», — заметил Путин. Но анализ ситуации показал, что эффективность противопожарных и других мер пока низкая. «Природные пожары часто вызваны человеком. И такое повторяется из года в год», — констатировал он, предложив посмотреть, что можно сделать по линии законодательства. По алпреду президента в Сибирском федеральном округе Николаю Рогожкину глава государства поручил осуществлять на месте общую координацию работы органов власти по ликвидации последствий и бедствия. «Но нам нужен и в правительстве такой координатор», — решил Путин. «Это должен быть специальный центр, интегратор, который подведет потребности каждого пострадавшего региона, каждого человека, выработает единый подход и будет держать это под своим контролем», — уточнил он. Глава государства обратил внимание на расходование средств. Они должны пойти на ликвидацию последствий стихийного бедствия, на помощь пострадавшим. Путин обещал дать все поручения в течение двух дней и сообщил, что через месяц-полтора еще раз приедет в Хакасию. А после совещания пригласил главу Управления Следственного комитета по республике на разговор. «Чрезвычайная ситуация сложилась в результате аномальных изменений погоды, несанкционированных сельскохозяйственных палов и сжигания мусора на частных подворьях», — уверен глава МЧС Владимир Пучков. Наиболее сложная обстановка была на территориях Хакасии, Красноярского и Забайкальского краев. Читайте также. Путин встретился с обратившейся на прямую линию жительницы Хакасии. Оценка ущерба завершится в ближайшие дни. Удалось отстоять от пожаров более 70 тысяч домов, объектов социальной инфраструктуры. Погибли 34 человека, пострадали более 7,5 тысяч жителей. За медпомощью обратились более 1,4 тысяч человек. В стационарах сейчас 77 пострадавших. Развернуто 34 пункта временного размещения. Примеров такой аномальной ситуации у нас еще не было, — сказал Зимин, добавив, что в Хакасии вопросы безопасности на особом контроле. Республику накрыл циклон, который закачал воздух из Средней Азии, — пояснил глава региона. Стало как в сахаре. Резко обострилась пожароопасная ситуация. Задул сильный ветер. В течение часа одновременно загорелось более тысячи домов, — констатировал он. И чтобы потушить их, потребовалось бы более трех тысяч пожарных машин. Нужен глубокий анализ и выработка мер в аналогичных ситуациях, — убежден Зимин. Это была стихия, которую невозможно было остановить, — утверждал он. Стена огня достигала пяти метров. Скорость его распространения — более сорока километров в час. Региональный лидер попросил президента не торопиться с выводами. «Знаю ваше мнение, ваши правила в жизни, виновные должны быть найдены. Только бы не крайних нам найти в этой ситуации», — опасался он. Также на совещании просили пересмотреть систему оплаты труда пожарных, чтобы она не стимулировала их тушить огонь подольше. А глава Минтруда Максим Топелин предложил отправить детей из пострадавших семей отдыхать на юг, а для обеспечения занятости привлечь граждан к временным работам. Субтитры создавал DimaTorzok